Роза Скарлетт Скарлетт – описание плетестового сорта. Роза почвопокровная Скарлетт популярна на протяжении уже многих лет. Она чудесно выглядит, полностью соответствует представлению многих цветоводов о цвете роз и издает невероятный сладкий медовый аромат. Особенно изящно этот сорт выглядит в вертикальном положении. Да и ассоциации с любимой многими героиней известного романа Скарлетт у Хара не дадут пройти мимо на яркого цветка. Роза Скарлетт Мидиланд декор Что это за сорт? Сорт Розы Скарлетт впервые появился более века назад и уже с того времени начал радовать цветоводов. Его впервые вывел известный в те годы селекционер В. Пауль. Основой гибрида стал другой известный сорт Уичерана. Роза почвопокровная Скарлетт Мидиланд декор к сведению. Самый крупный куст Розы Скарлетт растет в американском штате Аризона. Его ствол чуть меньше 2 квадратных метров, а покрывает он беседку 8 квадратных метров. В 1986 году была выведена очень популярная разновидность Розы Скарлетт Мидиланд декор. Роза Скарлетт Мидиланд декор впервые появилась во Франции и очень быстро завоевала любовь цветоводов. Существуют и другие гибридные сорта Розы Скарлетт, например Флорибунда хит. Роза Скарлетт Хит Краткое описание и характеристика описания плетистой Розы Скарлетт Бутоны некрупные, в диаметре максимум 6-7 сантиметров. Но их размер компенсируется их количеством на одном кусте. В начале цветения оттенок бутонов ярко-красный, позже становится малиново цвета. Затем бордового формы цветка полумахровое количество лепестков в бутоне 25 штатов. Цветет кистями по несколько бутонов в каждой. Обычно цветение наступает на побегах предыдущего года, максимальная высота 2 метра, а в ширину достигает 3 метра. Основные его характеристики – неприхотливость, средняя зимостойкость, подходит для любого типа почвы. Внешне напоминает розу Миян Тупала. Обратите внимание, Скарлетт имеет множество шипов. Цветет несколько раз за сезон, но первое цветение самое пышное. Преимущества и недостатки сорта использования в ландшафтном дизайне роза плетистая Скарлетт способна стать украшением любого сада. Она прекрасно смотрится как в стелющемся варианте, так и в вертикальном оформлении. В первом случае покрывает ярким ковром большие территории, скрывая некоторые недостатки почвы. Возможно и Глайминг Климбер – варианты, которые станут украшением стен загородных домов, арок, беседок. К сведению. Ландшафтные дизайнеры очень любят эту розу за ее неприхотливость и возможность направить ее в любом направлении. Плетистая роза Скарлетт Клайминг – выращивание цветка. Несмотря на то, что роза неприхотлива, ей нужно обеспечить правильные условия посадки и ухода, тогда она способна отблагодарить хозяина пышным продолжительным цветением и хорошей кустистостью. Посадка производится саженцами. Высадка роз производится весной преимущественно в мае, когда воздух и почва уже достаточно прогреются и минут угрозы заморозков. Важно! Для южных регионов возможна и осенняя посадка, которая также должна проводиться в теплую сухую погоду. Выбор места розы Скарлетт Милан Декор, как и любые другие разновидности, предпочитают открытые солнечные участки и могут расти в ретиненых местах. Самое главное – отсутствие сквозняков и холодных порывистых ветров на месте их произрастания. Как подготовить почву и цветок для посадки В почву вносятся органические минеральные удобрения приблизительно за месяц до предполагаемой посадки. С побегов перед посадкой обрезают листья и почки, которые находятся ниже места прививки, срезают все слабые корни и ветки оставляют здоровые стебли с максимальной длиной 35 см. Непосредственно перед посадкой саженцы дезинфицируются медным купоросом, раствором марганцовки либо другим дезинфектором. Обратите внимание, корни перед посадкой окунаются в глиняную болтушку, смешанную с коровяком в соотношении 2-1. Процедура посадки Пошагово-пошаговая инструкция Подготавливается посадочная яма 70 умножить на 50 см. При посадке сразу нескольких кустов можно вырыть раншую. На дно ямы насыпается слой дренажа толщиной примерно 10 см, на него сыпется подготовленный грунт, на который аккуратно ставится саженец, корешки расправляются. Роза присыпается грунтом, который утрамбовывается и хорошо поливается. Можно после посадки мульчировать с кусты натуральным материалом, например торфом или опилками. Уход за растением Уход за розами с карли достаточно прост и не требует никаких особенных усилий. Правила полива и влажность Полив при корневой осуществляется один раз в 7 дней. В жару можно увеличить количество процедур. Главное – не переливать. Для взрослого куста потребуется не более 15 литров воды для одного полива. Только посаженные розы поливают чаще, но количество воды должно быть значительно меньше. Важно! Нельзя проводить опрыскивание и поливать кусты так, чтобы листья и цветами оставались мокрыми. Это может навредить растению. Подкормка и качество почвы розы с карли отлично переносят суглинистые почвы. Важно следить за уровнем кислотности. Диапазон достаточно широк, но за его границы выходить не следует 5,6-7,3 пекогенри. Слишком кислые почвы нейтрализуют с помощью извести, а в щелочные вносят органические удобрения или торф. Почве не должна застаиваться влага. Чтобы избежать этого, в слишком тяжелые плотные почвы добавляют песок. Первая подкормка проводится при посадке. Для этого отлично подходит удобрение цитовид. Взрослые растения подкармливают три раза в год. В самом начале периода вегетации вносят азотистые удобрения. В начале цветения калий и фосфор также подкармливают и в начале сентября. Обрезка и пересадка обрезка практически не требуется, поскольку новые бутоны появляются именно на прошлогодних побегах. Осенью проводится обрезка побегов, достигших возраста 5-6 лет. В начале весны проводят освежающую обрезку, удаляя поврежденные за зиму и подсохшие ветви. Летом обязательно подрезать увядшие побеги. Важно! Обрезка должна проводиться очень острым, продезинфицированным инструментом. Обрезка розы, если требуется пересадка взрослого растения, она должна проводиться в весеннее или летнее время. Сначала подготавливается посадочная яма, в которую вносится удобрение. Растение поливается перед процедурой, ветки связываются и цветок аккуратно выкапывается и вместе с земляным комом переносится на новое место. Корневую систему при этом стараются не повредить. Особенности зимовки цветка в теплом климате – дополнительное укрытие розы не требуется, достаточно снежного покрова. При более суровых зимах необходимо мульчирование торфом, укрытие нижней части ловыми лапами и укутывание все розы специальным садовым материалом, предназначенным для спасения растений от морозов. Цветение розы Цветение пышное, яркое и повторное. Период активности и покоя цветения наступает в начале июня и продолжается все лето. Уход во время и после цветения Во время цветения основной уход заключается в своевременном удалении засохших побегов и увядших бутонов. Это поможет розе набраться сил для следующего цветения. Кстати, оно будет не таким пышным, как первое. Что делать, если не цветет? Причины необходимо искать в уходе неправильная посадка, чрезмерный полив или избыток азота в очи. Вот почему отсутствует цветение. Обратите внимание, возможно, в первый сезон роза Скарлетт не затветет, поскольку еще не сформируется достаточное количество стеблей, на которых будут закладываться бутоны. Эта ситуация исправится уже в следующем году. Размножение цветка Эта роза прекрасно размножается двумя способами – отводками и черенкованием. Размножение черенками проводится весной или осенью. Размножение отводками предпочтительнее начинать весной. Черенкование проводится обычным способом, когда выбирается черенок примерно с годовалого стебля. После того, как черенок срезан, на нем должно быть около трех почек, его держат сутки в стимуляторе роста корней, после чего сажают в Открытые грунты на несколько недель укрывают пленку, создавая мини-тепличку, которую периодически проветривают. Через три недели пленку снимают. Размножение отводками проводится проще, берется нижний побег, прикапывается в определенном месте, закрепляется специальной скобой. В конце лета новые растения уже можно отделить и пересадить на новое место. Болезни, вредители и способы борьбы с ними. К большинству болезней у сорта Скарлетт выработан иммунитет. Основные насекомые вредители паутинны, клещ, тля, щитовка. В магазине приобретаются специальные средства, инсектициды и растения полностью обрабатываются ими. Плетистая роза Скарлетт – удивительное растение, которое очаровывает каждого цветовода с первого взгляда. Можно выбрать любую разновидность этого сорта, а можно вырастить на своем участке сразу несколько или даже все. Результат в любом случае будет потрясающим.